Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Наромаркетс и рад приветствовать вас на очередном видео. Сегодня поговорим о том, что нефть продолжает снижаться, несмотря на договоренности ОПЕК, Трамп перестает платить Всемирной Организации Здравоохранения, ну и в целом поговорим также о рынках, какие идеи новые появились, так будем начинать. Перед началом напоминаю, что если вам нравится данное видео, данный формат, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять также в комментариях. Ну а рынок нефти снова покатился под откос на торгах во вторник на фоне решения Саудовской Аравии увеличить скидки на свои сорта для клиентов в Азии и в Европе. В понедельник государственная нефтьная компания Королевства Саудия Арамка опубликовала прайс-лист на май, в котором ясно дала понять, что заканчивать ценовую войну не планируют. Эриет оставил в селе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличил их для поставок в Среднеземноморье и Азию. На ключевом для Саудитов в азиатском рынке марка Арав Суперлайт подешевеет на 5,5 долларов и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 долларов к цене бенчмарка Аман Дубай. Сорт Арав Экстралайт подешевеет на 4,3 доллара, Арав Лайт на 4,2 доллара, а тяжелые сорта станут дешевле на 3,35 доллара и 2,95 доллара соответственно. Резко снизятся цены для южноевропейских стран. Скидки на Арав Экстралайт увеличатся почти вдвое с 5,8 до 10,30 долларов к цене бренд, а на Арав Лайт увеличится с 8,6 до 10,3 доллара за баррель. На тяжелые сорта до 11,5 долларов. Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 долларов на сверхлегкие нефти Арав Экстралайт и снизится на 80 центов до минус 8,9 доллара к бренд. Единственным рынком, где Саудия и Арамка согласились прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов на 2,5 и 4,2 доллара за баррель. Сделка ОПЕК Плюс по сокращению добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки мало поменяла картину на рынке на самом деле. Избыток продолжения составляет 25 миллионов баррелей в сутки, заявил в интервью Брумберг во вторник глава совладелец Ганувер Трибюн Торнквист. По его оценке идет закрытие большого количества нефтеперерабатывающих мощностей, но через 3-4 недели все резервуары, доступные для хранения нефти, просто переполнятся. Ну вот и я на фоне как раз позитива для нефти пробовал ее покупать. Сделка уже закрыта, мы ушли ниже целевых уровней, но собственно об этом мы поговорим чуть дальше. Следующая новость, которая тоже всех волнует на фоне распространения коронавируса, это то, что Трамп перестает платить Всемирной Организации Здравоохранения. Как пишут на портале BBC, президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет Всемирной Организации Здравоохранения, из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса. Цитата приведена на портале BBC. «Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получила, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом», заявил Трамп на своей ежедневной пресс-конференции в Белом Добе. «Мир рассчитывает, что Всемирная Организация Здравоохранения будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровья распространялась своевременно. А если этого не происходит, самостоятельно доносить миру правду о происходящем». ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло, как заявил Трамп. По словам президента, агентство ООН распространило китайскую дезинформацию, что привело к более масштабному посредствам эпидемии. Трамп дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших к распространению вируса по планете далеко за пределом Китая, где он изначально и появился. Ну а тем временем уже количество зараженных приближается практически к 2 миллионам. Сейчас мы видим 1 миллион 1986 случаев. Пока США также остается на первом месте. Испания 174 тысячи, Италия 162 тысячи, Германия 132 тысячи. Германия сейчас выходит вперед по отношению к Франции. Ну и за ними идет Великобритания. На текущий момент, как мы и смотрели в понедельник, есть определенное замедление как раз в распространении вируса. Пока пиковых значений, которые мы видели 4 апреля, не достигнут. А пока планомерно снижается. Ну вот и пока мы видим определенное замедление. Возможно, это как раз некоторый позитив, который связан с распространением. Ну посмотрим, насколько эта тенденция сохранится. Ну а теперь давайте перейдем к торговой платформе. И я также расскажу о том, какие сделки я открывал, что планирую делать. Но также напоминаю для наших слушателей, что вы можете подключиться к торговому счету, пройдя по ссылке в описании к этому видео и подключившись к счету с паролем инвестора. Также у нас создан чат-группа, в которую вы также можете перейти и задавать вопросы. Там мы также обсуждаем текущую ситуацию и делимся своим мнением. Итак, по евро-доллару. На текущий момент тенденция переходит по некоторым активам, ну в принципе по всем инструментам как раз в фазу роста американского доллара. И на этом фоне рост евро тоже несколько замедлился. Поэтому здесь с точки зрения покупок есть определенные сомнения. То есть здесь я для себя открывал сделку на покупку. Немножко прежде времени, но наверное сказалось на этой ситуации то, что давно я сделок не открывал. И вот иногда бывает такое, что даже сделка, которая тебе не очень нравится, но плюс-минус она подходит по каким-то параметрам, но ты все равно ее открываешь, потому что просто хочется. Вот такие моменты лучше, ну можно открывать сделки, но лучше брать минимальный объем. То есть собственно, что я сделал, по крайней мере для того, чтобы наблюдать за рынком и брать для себя какие-то ситуации дополнительно в историю своих сделок, для того, чтобы на них также учиться. Ну вот собственно эта сделка тоже мне дала возможность понять свои ошибки. Собственно опять, ну открывал сделку 13-го числа. Сделка была открыта на продажу, но здесь я не обратил, ну то есть точнее не придал значение тому, что у нас сначала был перехай торгового дня, затем мы обновили минимум, вот фактически после того минимума, который мы показали, и началась у меня сделка на продажу. Собственно здесь, в данном случае ее не нужно было открывать, так как был у нас перехай в этот день, и собственно дальше мы видим то, что движение восходящее у нас продолжилось. Но тем не менее риск был взят приемлемый, и на текущий момент тенденция восходящего у нас здесь по евро-долларам сохраняется. Поэтому пока здесь продолжаю искать возможности для, скорее всего, продаж, но чуть позже они могут здесь появиться. По фунту дошли мы до области 1.26. Вполне вероятно, что может назреть коррекционно нисходящее движение. По данной паре, собственно, его мы и будем ждать, но на текущий момент пока мы видим, что тенденция восходящего у нас сохраняется. Если говорить о продажах, то только после преодоления области минимальной значения, которую мы увидели 14 апреля, то есть вчера по цене 1.24.93, пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящего здесь у нас сохраняется. По паре американский доллар, канадский доллар, вот здесь как раз мы перешли в фазу завершения вот данного нисходящего, прошу прощения, движения. Здесь мы можем получить как раз рост по американскому доллару. Собственно, здесь мы сегодня мы уже закрепились выше максимума, которые были сформированы вчера. То есть вот вчерашний торговый день мы уже переписали. И, собственно, здесь я для себя поставил также отложенный ордер на вход на коррекцию. То есть, собственно, сейчас мы получили сигнал о том, что можно покупать, но на текущий момент цена меня не устраивает. Опять же, здесь я буду дожидаться, как и всегда, по своей торговой стратегии, ретеста уровней и от этого уровня уже буду заходить. То есть здесь у меня уже все выставлено, поэтому здесь буду ждать, как ситуация реализуется. Поэтому те, кто держал продажи, то, на мой взгляд, их имеет смысл уже скорректировать и на какой-то момент рассмотреть покупки, потому что рынок переходит в фазу восходящего движения по данной паре. По паре американский доллар, японская иена пока продолжаем снижаться. Пока общее направление здесь также остается, можно сказать, боковик. То есть здесь нет какого-то ярко выраженного направления на дневном таймфрейме, на мой взгляд. Но, тем не менее, с точки зрения часового таймфрейма, пока сохраняется движение нисходящее. И пока мы не выйдем за рамки как раз данного канала, то мы и будем придерживаться как раз ситуации продолжения данного движения. Поэтому продолжаем наблюдать за доллар-иеной. А следующая пара – это австралийский доллар, американский доллар. Здесь как раз тоже появляется сигнал на продажу. Вот мы завершаем данную фазу роста, данного восходящего движения. Опять же здесь переход в силу как раз роста американской валюты. Собственно, здесь я тоже поставил отложенный ордер. Стоп-лосс у меня стоит за максимум как раз вчерашней торговой сессии сегодняшнего дня. Селл-лимит у меня стоит по минимуму вчерашней торговой сессии. То есть сейчас мне необходимо, что цена прошла еще порядка 50 пунктов обратно. И тогда у меня откроется здесь сделка на продажу. И, в принципе, здесь тоже можно получить довольно-таки неплохое соотношение риск-прибыль, если рост американского доллара на фоне как раз снижения, например, фондовых индексов здесь может появиться. Поэтому здесь вот буду ожидать такого развития ситуации. Опять же, те, кто находились в покупках, сейчас, на мой взгляд, их имеет смысл скорректировать и присмотреться как раз к продажам. По новозеландцу точно такая же картина. Новозеландец у нас тоже закрепился ниже минимальных значений, которые мы видели в понедельник и пятницу. В понедельник вчера во вторник был как раз локальный максимум. Здесь я поставил сделку чуть выше. Возможно, ее перенесут. Сейчас я ее, наверное, скорректирую. Тут немножко у меня стопло стоит довольно-таки далеко. Сейчас проверим, какой здесь у меня риск. Получается на данную сделку 6.92. Ну, собственно, здесь можно немного его подтянуть до риска 1% по данной паре. Сейчас проверяем. 9.04. Ну, собственно, вот делаю таким образом, чтобы чуть ближе как раз войти все равно объемом чуть большим, то есть 0,02 лота, но чуть ближе к уровню пробития, чтобы вероятность срабатывания как раз ордера была выше. То есть вот сейчас я это переместил. Я ставлю таким образом до момента срабатывания, ну или до ухода ниже уже и продолжения данной формации. Золото. Немного корректируется от максимума. Вчера был, соответственно, достигнут локальный максимум по золоту. Золото доходили до отметки примерно 1750 долларов. И вполне также, вероятно, может здесь появиться коррекция, но пока здесь движение восходящее у нас сохраняется. Если говорить о коррекции, то я бы ее рассматриваю, если цена сможет закрепиться ниже отметки 1708-1700 долларов за трость к унцу. Ну, а пока сейчас движение также сохраняется восходящее. Покупки все еще имеет смысл продолжать держать. По DAX. Вот как раз тоже очень интересная ситуация. Сейчас формируется сигнал на продажу. И вот фактически, ну, то есть на момент подготовки к видео этой ситуации не было. Сейчас она произошла. И сейчас я, наверное, могу поставить даже отложенный ордер по данному активу. Буду торговать точно так же от риска. Риск здесь я возьму 1%. Давайте проверим, сколько это будет у меня стоп-лосс. Поставлю на текущий момент на 10.86. 86.5. Давайте проверим, сколько здесь будет риск. Ну, в данном случае риск мне не подходит. Я его перетаскиваю до риска 1%. И фактически вот подтягиваю на локальный максимум, чтобы торговать как раз от риска. То есть вот сейчас я поставлю тоже отложенный ордер. Фактически у нас был пробой, было закрепление минимальной значения вторника. Теперь, если цена скорректируется как раз в эту область, то я для себя смогу получить хорошую цену для входа на продажу по данному индексу. То есть, опять же, по текущим ценам ходить тоже можно, но все зависит от ваших рисков, от вашего депозита. Поэтому здесь нужно каждому в любом случае подходить индивидуально. То есть здесь вот я для себя эту сделку вижу вот таким образом. По S&P пока подобная ситуация не появилась. Но я вчера, кстати, говорил в подкасте, который мы записывали, также ссылочку приложу в описании к этому видео для тех, кто кому нравится слушать в аудио формате. Раз в неделю мы будем публиковать данный подкаст. О том, что я предполагаю также начало нисходящее движение по S&P, но опять же не с текущих уровней, которые были вчера и не сейчас. То есть не появилась еще формация на продажу, но мы можем к ней достаточно близко подойти, в принципе, на этой неделе. Поэтому здесь тоже нужно быть готовым. Но пока здесь сохраняется восходящее движение. Компании отчитываются. Отчитываются многие из них хуже, чем ожидалось. Ну и понятно почему. И вот как раз данный сезон отчетов, который идет сейчас, он может сказаться на негативном движении по индексу S&P 500, если отчеты будут выходить массово негативно. Скорее всего, они такими выходить и будут. Но кто другого-то мог здесь ожидать. Соответственно, по нефтемарке Brent, за которой я слежу, сделка у меня вчера была закрыта. Собственно, здесь я ожидал продолжения восходящего движения. Тоже сделка немножко преждевременная и не совсем по моей торговой стратегии. Собственно, входил не в самом начале движения, а уже после. То есть вот по моей стратегии вход был, собственно, вот здесь. А дальше уже еще желание войти в рынок и все-таки прокатиться на этом движении. Ну, бывает. Собственно, сейчас цена прошла область целевого значения, где у меня стоял стоп-лосс. Это 28.17 и, собственно, сейчас движение продолжается нисходящее. Ну, вот мы с вами уже обсудили то, что Саудовская Аравия не готова на текущий момент идти на... Ну, собственно, да, договорились. То есть, собственно, показали свой настрой того, что мы можем тоже и обсуждать, и договариваться. Но фактически для них это ничего не поменяло. Они продолжают темпинговать цены на нефть. И, собственно, это, опять же, негативно влияет на нефтяной рынок. Ну, как ситуация будет развиваться, будем следить дальше. Увидимся с вами в пятницу. И не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, и вопросы ваши оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня. Всем спасибо и до свидания.